В гастромаркете Калибри я могу найти все. Посмотрите, баклажаны, цукини, болгарский перец, морковка. Разновидность какая потрясающая. Пока не пришел наш гость, я хотела бы отметить, что все продукты я приобрела в своем любимом гастромаркете Калибри. Ну, в общем, все знают, что еда, приготовленная на костре, всегда самая вкусная и самая полезная. Однозначно. Особенно, когда дымочек такой есть, да? Да, это, наверное, самое мое любимое блюдо – это мясо, пожаренное на огне. Барбекю. Барбекю. Ну, вот сегодня у нас будет барбекю. А я слышал, что барбекю – это состоит из двух слов. То есть само барбекю – это барба, насколько я знаю, это борода, с французского. И аква – это хвост. То есть раньше, когда первобытные люди, первобытные французы, жарили мясо, они просто целые туши козла ставили на вертел и жарили. И отсюда название барбекю, то есть от бороды до хвоста. Ух ты! Сегодня мы будем просто наслаждаться готовкой. А готовкой не просто мяса, а конины. Ты слышал, что конина – полезное мясо? О, конина – это как… Ну, вот у меня сразу всплывает то, что, во-первых, это самое близкое казахам, то есть любому кочевнику. То есть у нас всегда было так, что конь – это и друг, и брат, и боевой товарищ, и еда. Так что, насколько я знаю, это самое экологически чистое мясо. Кстати, у французов это тоже считается деликатесом и экологически чистым мясом. И конины стоят очень дорого в французских магазинах. Хорошо, что мы живем в Казахстане. Точно, нам повезло. Кстати, в процессе готовки я забыла представить замечательного человека, который сидит возле меня. Это известная актер, каскадер, телеведущий Ерден Телемисов. Мне кажется, все знают меня, так что все нормально. Ну, ты от скромности не умрешь. Ну да, какой это есть. Да, смотри. В общем, мы сейчас вкусную свежую конинку будем мариновать. Посмотри, какая она красивая, какая она должна быть жирненькая. Я тебе дам ножичек. Так. Ты, пожалуйста, поешь лучок. Обычно я, так как у меня дома жена и три дочки, обычно я не готовлю. То есть, если готовлю, то это раз в год. И, как правило, кстати, как правило, дети просят меня приготовить что-то из мяса. И мое, наверное, самое коронное, то, чего от меня ждут дети, это ребрышки. Может быть, в следующий раз мы приготовим ребрышки. А сегодня у нас конина. Конина, бараньи ребрышки. Ну, для конины нам нужно просто немного розмарина, немного соевого соуса. Хорошо замариновать и оставить ее на всю ночь. Но если нет возможности оставить на всю ночь, то... Я остаюсь здесь до утра. Ты остаешься здесь до утра, можешь звонить своей супруге. Супруге. Пускай приедет. Как резать лук? Мелко. Просто мелко, не кольцами. Ну, и кольцами, как хочешь. Это от твоего желания. Немножко табаска. Ну, не переборщить. Просто мужчины, как правило, я люблю, когда... Крупно. Нарезано крупно, да. Ну, мелко почему? Потому что нужно быстрее дать маринад. А, все правильно. Мелко порезанный лук даст быстрее сок. Поэтому я тебе... Ну, давай, попробуем. Черный перец. Ну, абсолютно на глаз, как вы любите. Кстати, с годами раньше перец вообще не употреблял. То есть с годами стал любить. Видно, организму что-то... Чего-то не хватает. Какой-то перчинки, остринки. А это что такое? А это приправа жарим мясо. Я ее очень люблю. Кайф. Специи для дома. Пахнет тоже кайфно. Кайфно пахнет, да? Захотелось уже сырое мясо даже. Так, ну и, конечно же, соль. Соль поваренная, вот такая красивая. Чуть-чуть соли крупной. Но немного, потому что у нас уже есть соевый соус. Оливковое масло. Кстати, я хочу раз спросить. Я уверена, что Ерден уже много раз рассказывал свою историю судьбы. Все знают, что он классный актер. И вообще хороший человек в целом, да? Ну, еще раз можешь для моего шоу рассказать, как ты докатился до такой жизни? Ну, наверное, очень часто я это и рассказывал в сети. И до 30 лет я занимался торговлей. То есть я продавал все. Я занимался парфюмерией, косметикой, даже цветами. Но в 30 лет произошли события кое-какие в моей жизни, которые полностью поменяли мою жизнь и мой взгляд на жизнь. Я понял, что жизнь очень короткая, а мне уже 30. И что если у тебя есть внутренние порывы, вот это стремление к творчеству, его не нужно сдерживать. Потому что иначе, я думаю, если бы я по-прежнему занимался прежними своими делами, работал в торговле, то я не был бы счастлив, как счастлив сейчас. И в 30 лет я бросил все свои дела в Караганде, переехал в Алма-Аты, чтобы уже заниматься только творчеством. Я работал на телевидении, там 3-4 телеканала. То есть тоже от простого администратора до продюсера телеканала, до директора лотереи даже был. Серьезно? Да, пияжиком одного из национальных даже каналов, телеканалов. И все, и постепенно, как я в кино пришел... А дай салфеточку, пожалуйста. Постепенно, то есть на музыкальном телеканале, когда работал, приходили певцы, которые приносили свои клипы, они смотрели, говорили, и ждя ножа, вы прям вот как будто актер готовы. Приходите к нам в клип сниматься, там, не знаю, сначала в роли бандита, потом охранника. И человек, ты сама, наверное, знаешь, попробовала уже не так давно, да, в кино? Да. Получается. Из этого очень сложно выйти. Из этого невозможно выйти. Потому что если ты попал в прицел камер и кайфанул от этого, то все, ты фанат и будешь использовать любую возможность. Ну и вот так вот началась моя актерская карьера. Ну вот наше мясо маринуется, а я хотела бы предложить тебе делать овощи. Как ты думаешь? Судовоственно. Не забивай желудок картошкой, это же все-таки обед у нас, да? Ну да. Или рисом. Ты что предпочитаешь, рис или картошку? Картошка, крахмал, воротничок стоит. Да, да, да. Лучше рис. Да. И ни рис, и ни картошка. У нас сегодня баклажаны вместе с помидорами, запеченные на нашем барбекю, смешанные вместе с кинзой и перчиком. Есть хорошее правило, которого я стараюсь придерживаться. Она такая, я не помню, кто это сказал, может кто-то из буддистов, что всегда прячь свое мясо в овощах. То есть это очень полезно. Очень полезно, да? Так я просто разрезать на половину. Да, на половину, да, разрежь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ездин, помоги мне, пожалуйста, подай помидорчики. Ну, буквально 3-4 штучки. Вот здесь 3 нашел я. Ну, пошел дымок, видишь? То есть мы просто кладем? Да, давай я немножко масла смажу. Слушай, какой кайф, да, вот так взять, поджарить у себя на лужайке. Я захотел свой дом. Да? Ну, когда-нибудь. Я думаю, что это в планах у тебя есть. Мы это все ставим на лоу-барбекю, чтобы это не сгорело, а просто медленно поджарилось. Все, пошел вкусненький дымок. Суп, наши помидорчики жарятся. Вот я хочу, чтобы ты избавился от семян, потому что семена – это самое страшное в перце. Ну да. Это самое острое. Если мы положим семечки, то у нас будет очень острое блюдо, которое будет есть просто невозможно. Поэтому режем. Слушай, у меня такая история произошла. Я была в Англии, был Новый год, сидели у друзей. И они говорят, слушайте, сейчас такой классный сериал начинается, макмафия. Мы все сейчас смотрим, все англичане болеют. Это все, что касается российской мафии. И казахской тоже. И я подумала, боже, при чем тут вообще казахская? И кто, интересно, ее играет? Мы сели, всей семьей, был большой просмотр, подруга Нелли моя хорошая с Домиником, с мужем. Мы сидим, и тут твое лицо. И я понимаю, что это классно, моя мечта сбылась. Я была такая гордая за то, что вы там сыграли. Вы там, конечно, его мочили конкретно. Ну да, мы были злодеями. Но мне очень много писали знакомых моих, которые говорят, мы в шоке в Америке, в Англии. И говорят, когда сидишь вечером, смотришь Американно-английский сериал. Ну вот точно не ожидаешь казахское лицо там увидеть. Да, там несколько человек играло. Кто играл? Ты был? Я был, потом мои друзья Мурат Мукашев и Нуркан Туматаев. Наши актеры, так что... Ой, вы классно сыграли. Они актеры театра, Мурат Мукашев? Нет, нет, абсолютно. Я могу сказать даже, что Мурат, он в кино с 86-го года. Ничего себе. Он еще ребенком играл, да. То есть он профессиональный актер, да? Ну, без образования, но уже за счет опыта уже профессиональный. Мы сейчас порежем чеснок. Это чеснок для нашего блюда из баклажан. Армянское блюдо. Честно говоря, даже не знаю, как оно называется. Надо посмотреть в интернете. Но нам очень понравилось. Свежие овощи вместе. Ну, что-то другое, альтернативное овощам гриль. Чесночок мелко порезанный, красный перчик, баклажанчик. Я прямо уже еще не готов, да, но я отсюда чувствую аромат. И мне... Хочу поесть. Я специально, когда к тебе ехал, я с утра не поел. Правильно сделал. Потому что ты сейчас насладишься вкусным-вкусным обедом. Так, ну-ка. Ой, какие они сочные. А какие они красивые. Так, аккуратно, нежно. А ты знаешь, здорово, когда они немножко вот так поджариваются, потому что у них такой запах дымка. Как я уже сказал, ничего нет лучше запаха дымка. Так. Раз, два. Такой. И все. Вкусняшка. Закрываем. Не выключаем, потому что сейчас пойдет сюда наша камина. Мне, пожалуйста. Так, я тебе даю кинзу. Так, что делать? Я тебе даю кинзу. Мы мелко ее режем. Это для лимонада? Нет. Это для нашего баклажанного блюда. В общем, я думаю, ты становишься у нас теперь интернациональным актером, да, и будешь играть в Англии, в Америке, в Европе. Куда пригласят? Да, я, в принципе, уже сыграл в двух голливудских проектах. То есть это Марко Поло был первый в 2014-м. В прошлом году я сыграл в Макмафии. А так, да, и у нас сейчас подготовка началась. Я так как актер-каскадер, еще подготовка началась на диснеевский проект, который называется «Мулан». Помнишь мультик был? Да, конечно, знаю «Мулан». Сейчас Дисней, то есть американцы собираются снимать полную версию, то есть художественный фильм. И каскадеры на март участвовать будут в этом проекте. Я хочу туда попасть, но дело в том, что параллельно я занимаюсь своим проектом как режиссер. Я слышала, проект твой как-то связан с волшебством. Да, это первый веб-сериал в Казахстане. Называется он «Всемогущий». Это про волшебников, ну, про джинов, которые живут в наше время. И очень много связанных с этим комедийных ситуаций. Здорово. А кто у тебя играет в кино? Профессиональные актеры или люди просто, которых ты выбрал по определенным причинам? Талантливые, интересные, красивые, известные. Как попасть к тебе в сериал? Ну, ты точно попадешь, это я тебе обещаю. Я уже, кстати, напрашиваюсь в третий раз. Я уже дал согласие, потому что ты, во-первых, красивая, в-вторых, ты с Караганды. И в-третьих, ты очень талантливая. Я думаю, что обязательно найдем для тебя роль. Мы сняли только первую серию, пилотную. Сейчас мы разговариваем со спонсорами. А в августе месяце мы собираемся снимать остальные девять серии. Я думаю, обязательно какую-то яркую роль, что ты что-нибудь тут сыграешь. Здорово. Как я хочу попробовать себя в этом проекте. Да, в этом проекте участвуют, во-первых, мои друзья. А так как я работал на долгое время на телевидении, в кино, и сейчас в последнее время меня зовут еще блогером, то все мои друзья, известные люди в Казахстане и во всех сферах, они будут участвовать. Потому что это, во-первых, веб-сериал, во-вторых, это сериал, который будет кинокачеством. То есть мы задрали планку, и из десяти посмотревших, девять человек говорят, что такого еще не было. Здорово. Я желаю успехов этому проекту. Я думаю, что ты прорвешься. Слушай, еще мне к тебе такой интересный вопрос. А ты когда-нибудь задумывался над игрой в театре? Конечно, театр – это огромная школа, но у меня нет времени. Ты знаешь, я даже слышала, что актеры театра сложнее себя находят в кино. Нет, дело в том, я работал сейчас как режиссер, и я вижу актеров в этом. Тут проблема другая, то, что они привыкают работать, когда ты в театре и на сцене, для того, чтобы достучаться, донести свои эмоции до человека, который сидит в последнем ряду, ты должен очень ярко играть. А когда ты снимаешь кино, тут-то все близко, потому что камера прямо рядом с тобой. Она видит твои морщинки, она видит твои малейшие микродвижения, то, что невозможно на большой сцене. И поэтому, кажется, когда театральные актеры попадают в кино, они переигрывают. Ну, такое ощущение. Слишком драматично играют. У них посыл, он очень далеко идет, а в кино этого не нужно. Ты должен, наоборот, как-то быть больше в себе, и тогда это будет реалистично. Ну что ж, уже практически все готово. Чесночок, перчик, кинза, все здесь смешано. Оливковое масло, соль. Осталось все нам размельчить, смешать и выложить в красивую тарелочку. А потом мы приступим к жарке мяса. Самое-самое вкусное, да? Да. Поехали. Ну что ж, пора приступать к самому вкусному. Это к приготовлению нашей конины. Ну, я думаю, мужчина в древности, раз мы уже затронули древность, всегда добывал мамонта, козла, скажем так. Мясо жарить буду я. Мясо будешь жарить ты. С удовольствием. Сейчас мы проверим градус. Так, нам нужен средний барбекю. А вообще, вначале мы делаем на большом огне. Сир. Вот. А, вначале, чтобы пленочка появилась, да? Да, конечно. Мы сейчас вот пошло. Та самая пленочка. Это называется по-английски сир. Сир, значит, за... Корова на казахском. Корова, корова на казахском, да. Чуть-чуть смажем. Так, ты смазуешь? Чтобы не прилипло. Да. А я кладу. О, хорошо. И сейчас будет с таким зажаренным луком. Да. Чуть-чуть горелым. То, что нужно. Это просто праздник какой-то. Слушай, когда мужчина жарит мясо, это возвращение к истокам. Еще бы. Когда ты последний раз жарил мясо? Наверное? Ну, давно, да. В прошлом году. Шашлыки с семьей, да? Нет, я дома. Я купил себе сковородочку. Такую, какую надо. Так что... Для стейков, да? Да. Ну, для... Так, я немножко вот сюда хочу. Сколько времени нужно? По пять минут, да? Пять минут с одной стороны, пять минут с другой. Но не забывай, что минуту мы делаем... Жарим с одной стороны так, чтобы покрылась корочка. Закрываем. Так. Так, большой огонь. Хорошо. Ой, как я уже жду нашу конинку. Кстати, попробуй, пожалуйста, салатик. Ну, это не совсем салат, это больше как блюдо к мясу овощную. Чего не хватает? Мне кажется, немножко кислинки бы добавил. Тогда можно воспользоваться бальзамическим уксусом. Давай, чуть-чуть. Хватит? Вот, да. Думаю, будет идеально. Слушай, мы что-то забыли. Мясо готовится. А что мы забыли? Лимонад. Лимонад забыли, да? Давай делать лимонад. Давай делать лимонад. Сейчас мы будем быстро делать лимонад. Для этого нам понадобятся огурцы. Сейчас я это все буду в блендере перемешивать. Избавляемся от попочек, так сказать. От попочек избавляемся. Крупно режем. Гораздо лучше. Классно. К мясу самое то. Самое то. Что может быть лучше, чем овощи? Но если бы это был барбекю для друзей, для семьи, большое количество народа я собирала, я бы, наверное, все-таки еще приготовила вареные картошечки. Или на костре, тоже на барбекю. Картошка в фольге с маслом. Ты так вкусно рассказываешь. С перчиком. Я уже не могу, я хочу что-нибудь съесть. Мясо мы должны перевернуть, я думаю, да? Прошла минута? Минута прошла. Давай. Я пойду переворачивай. Так, наше мясо перевернем. Ох, как хорошо так. Так, сейчас я возьму щипчики. Ларавила. Ох, какие полосочки. Ну как? Классно. Классно. Полосочки пошли? Полосочки пошли, да. Немножечко полосочки. Отлично. И минуту с этой стороны, да? Да, и минуту с другой стороны, а потом делаем огонь меньше и готовим еще 4 минуты. И уже тонкости. Тонкости классного стейка. Ты вообще любишь стейк с кровью или без? Немножечко. Должен быть. Медиум уэл, да? Да. Ну-ка попробуй выжмить своей сильной рукой. Я долго стараюсь. Ты, наверное, быстро. Кстати, я с виду-то большой, а ручки-то маленькие. О! Как у енота. Молодец. Мы выходим на финишную прямую? Да, мы выходим на финишную прямую. Мы выходим на финишную прямую. Стейк из конины на гриле. Мясо промыть и нарезать на стейке толщиной 1,5-2 см. Приготовить маринад из соевого соуса, оливкового масла, лимонного сока, шинкованного лука и чеснока. Выложить мясо и мариновать минут 30. Перед тем, как жарить стейк на гриле, натрите мясо перцем и солью. Немного смажьте маслом перед приготовлением саму решетку гриля. Нужен сильный жар. Он быстро сделает снаружи корочку, при этом мясо внутри не успеет полностью прожариться. Обжаривайте по 5 минут с каждой из сторон. Когда вы снимете мясо с решетки, дайте ему полежать на открытом воздухе минут 5. Так вы получите более нежное, сочное блюдо. Благодаря тому, что внутренние соки распределяются по всей площади стейка. Затем можно приступать к трапезе. Приятного аппетита! Ердин, я знаю, как ты хочешь кушать. Сидишь и изнемогаешь. Так ты любишь мясо. А я для тебя делаю овощной лимонад. Лимонад таким образом. Слушай, я первый раз такой лимонад пробую. Достаточно сближающий к мясу, очень хороший. Что-то вкусненькое, да? Сейчас попробую. Ну как? Кайф. Кайф. В жаркую погоду самое то. Самое то. Минералка, овощная. Еще какой он полезный, сколько там витаминов. А колбасу покрошить, а крошка получится. Не смейся над моим лимонадом. Нет, вкусно, очень вкусно. Ну что, под мясо? Под мясо? Давай, за здоровье. Я хочу, чтобы ты попробовала, мне прям не терпится. Давайте самый большой, самый красивый кусочек. На камеру прямо с этой штучечкой. С овощным пюре и черного хлебушка. Вот твоя. Отлично. Я думаю, мы заслужили этот обед. Да, заслуженный. Хочешь табаско, хочешь без табаско, как тебе в душе угодно. Так, мясо мы уберем. Приступай и оцени. Ну, давай попробуем сначала. На стуль, на перец, на остроту. Потому что мы... Папа всегда, когда мы кушали что-то с мясом, да, то есть макароны, папа всегда съедал мясо. И говорил, это со времен армии пошло, потому что мясо не съешь, а вдруг тревога. Так что я тоже всегда начинаю с мяса. Это так сочно. Сочно? Очень вкусно. Да? Мы все-таки на природе есть на природе, да? На природе. Канины. Хороший дом, хорошее барбекю, мясо. Что еще нужно человеку? Ну, вкусно как. Завидуйте нам, ребята. Очень вкусно. Завидуйте нам. И обязательно приготовьте это блюдо у себя дома. А мы придем к вам. На воздухе пища притает совершенный вкус. С барбекю можно проводить бесконечные эксперименты. Готовьте, пробуйте и открывайте для себя новые вкусы. Увидимся на телеканале «Магия кухни». До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин